Радиопередающие устройства наземных радиотехнических систем по информационному обслуживанию производств рассредоточенного типа. Информационное обслуживание современных производств является условием эффективного функционирования и повышенной рентабельности. В понятие информационное обслуживание входит контроль технологических процессов, дистанционное управление различными агрегатами и машинами, своевременное оповещение об аварийных ситуациях во всех звеньях производственного цикла, дистанционное управление охранной сигнализацией, обеспечение обмена оперативной информацией между участниками производственного процесса, передача компьютерных данных. Особенно актуально эффективное решение данной проблемы для производств рассредоточенного типа, когда их отдельные объекты и участки удалены друг от друга на значительное расстояние сотни и даже тысячи километров. А производственные процессы протекают в режиме непрерывного технологического цикла. В качестве примера таких производств можно назвать газовые и нефтяные промыслы, трубопроводы по перекачке нефти и газа, системы водоснабжения и водоотведения, места добычи полезных ископаемых, угля, золота, алмазов и т.д. с большим числом рудников и карьеров, парки из малых и мини-гидро- и ветроэлектростанций, расположенных на большой территории, с централизованным управлением, обширные стройки и горно-обогатительные комбинаты, транспортные предприятия, которые нуждаются в непрерывном контроле перевозимых грузов на всем пути их следования, система мониторинга окружающей среды путем автоматизированного сбора данных с датчиков экологического и метеорологического контроля, ну и, наконец, службы городского хозяйства. При решении задач таких производств возникает необходимость выбора наиболее оптимального и экономически выгодного метода информационного обмена между каждым из объектов и центральным диспетчерским пунктом. Информационно-управляющая система должна содержать каналы связи и управления, а ее структура должна учитывать географические и пространство-временные особенности построения и функционирования объектов. В производствах рассредоточенного типа можно выделить три типа объектов, на которых устанавливают радиопередатчики. Центральный диспетчерский пункт, ЦДП, на который стекается вся информация с объектов. Контролируемые пункты КП первого уровня. К ним относятся стационарные и передвижные производственные объекты, имеющие прямую связь с ЦДП, Центральным диспетчерским пунктом. И, наконец, третий тип объекта. Это контролируемые, условно-малые пункты, сокращенные МП второго уровня. К ним относятся производственные объекты, имеющие связь с ЦДП через один из КП, которые выполняют в этом случае роль ретранслятора. По схеме информационной связи между ЦДП и КП различают три типа структур. Радиальную, линейную и радиально-линейную. При радиальной структуре все КП имеют прямую связь с ЦДП. Рисунок А на слайде. При линейной структуре связь с Центральным диспетчерским пунктом осуществляется по цепочке от одного КП к другому, как в радиолинейных линиях связи. Рисунок Б. И, наконец, при радиальной и линейной используются оба вида связей. Во всех трех случаях с каждым из КП может быть связано определенное число дополнительных малых объектов контроля. Связь между ЦДП и КП обычно двусторонняя, а между КП и малым пунктом МП односторонняя. Примером радиальной системы служит система по сбору информации экологического характера в определенной зоне. Примером линейной системы может являться система по обслуживанию объектов железнодорожного транспорта. Центральный диспетчерский пункт должен включать в своем составе оборудования, должен включать радиостанцию и компьютер. А каждый из КП – радиостанцию или только радиопередатчик и контроллер, к которому подключаются датчики контроля и объекты управления. Рисунок В. Анализ разнообразных производственных процессов показывает, что в большинстве случаев нет необходимости непрерывно сообщать о состоянии объектов с КП на ЦДП. Этот контроль со стороны центрального диспетчерского пункта при нормальном протекании технологического процесса на всех объектах может носить дискретный характер с периодичностью от нескольких минут до нескольких часов. И только при возникновении на объектах аварийных или предаварийных ситуаций информация с КП на ЦДП должна поступать практически мгновенно по инициативе аварийного контрольного пункта. Кроме того, следует обеспечить обмен служебной информацией между персоналом КП и ЦДП и одновременную передачу с ЦДП на все пункты директивной или иной общей для всех информации. Таким образом, рассматриваемой многофункциональной системе следует обеспечить четыре вида работы. Автоматический и циклический, при котором информация запрашивается и передается на ЦДП со всех КП в заданном ритме. Аварийный, при котором сигнал, содержащий сведения о характере аварии на КП, передается немедленно на ЦДП. Циркулярный вид, при котором текстовая информация, чаще всего телетайпное сообщение, передается с ЦДП одновременно на все контрольные пункты. И последний режим – это обмен телетайпной информацией между ЦДП с КП. Эти четыре вида работы обеспечиваются пятью режимами работы. Они следующие – это режим телесигнализации, телеизмерения, телеуправления, телерегулирования и режим связи. Проведенный краткий анализ работы радиоинформационной системы по обслуживанию производств рассредоточенного типа позволяет выработать требования к параметрам, входящих в их состав радиопередатчиков. Первый параметр – это форма сигнала. Анализ режима работы РПДУ в составе наземных систем указывает на предпочтительную форму рабочего сигнала в виде цифрового кодированного сигнала. К числу возможных способов кодирования передаваемых букв, ЦИП и служебных команд относятся, например, восьмеразрядный двоичный код международного стандарта АСКУ-2. Мощность радиопередатчика. С учетом действий нормативных требований и для минимизации помех другим радиосистемам мощность радиопередатчика в непрерывном режиме работы, как правило, в таких системах не должна превышать 50 Вт. Диапазон частот. Для систем народно-хозяйственного назначения чаще всего используется УКВ-диапазон с выделенными следующими полосами частот 27, 58, 74, 76, 146, 174, 300, 344 и 440-470 МГц. Для радиоинформационной системы производственного назначения, обслуживающего удаленные объекты, максимально возможная протяженность радиотрассы имеет во многим случаям первостепенное значение. В этой связи большой интерес представляет дикаметровый диапазон волн 27-30 МГц и часть метрового, поскольку в них, благодаря явлениям дифракции и рефракции, удается обеспечить прием радиосигнала далеко за линией радиогоризонта. В этом случае при работе в дикаметровом диапазоне отпадает необходимость прямой видимости между антеннами в точках приема и передачи сигнала, что необходимо обеспечить на более высоких по частоте диапазонах. В результате при поднятии простых штыревых антенн четверть или полуволновой длины на небольшую высоту всего, допустим, на 10-20 метров, при мощности передатчика до 50 Вт в дикаметровом диапазоне волн удается обеспечить устойчивую радиосвязь на сравнительно больших расстояниях до 50-100 км. Система радиосвязи дикаметрового диапазона, использующая распространение радиоволок по искривленному лучу, огибающему Землю, оказывается в ряде случаев более экономичными по сравнению с системами, работающими по принципу прямого луча. Эта экономия связана с тем, что для получения одной и той же дальности линии радиосвязи в первом случае требуется меньшее число и более простые по устройству пункты связи. Следует учитывать, что за линией радиогоризонта напряженность поля в дикаметровом диапазоне может резко снижаться, поэтому приходится принимать специальные меры по обнаружению радиосигнала при отношении сигнала шум на входе приемника существенно меньше единицы, например до минус 20 дБ. Таким мерам относятся когерентное накопление сигнала или сужение полосы пропускания в радиоприемном тракте. Метод модуляции. Система передачи сигналов должна обеспечивать высокую помехозащищенность при сравнительно облегченных требованиях к параметрам аппаратуры. В частности, к стабильности частоты, значение которой при отсутствии термостабилизации может принимать значение равное 10 минус 5, как допустимое значение. Учет данных в определенной степени противоречивых приводит к выводу о целесообразности применения двухступенчатой модуляции, позволяющей реализовать узкие частоты и канал после детектора радиоприемника и тем самым повысить помехозащищенность системы в целом. При такой модуляции в рамках первой ступени осуществляется модуляция сигнала поднесущей, передаваемой кодовой комбинацией исходного сообщения. А в рамках второй ступени сигнал поднесущий модулирует сигнал несущий. Среди возможных сочетаний методов модуляции можно рекомендовать два вида ЧМ-ЧМ и ЧМ-ФМ. Структурная схема передатчика. На основании рассмотренных требований, предъявляемых параметром передатчиков, можно составить структурную схему радиопередатчика такой системы. Пример схемы приведен на слайде. Если рассмотреть схему более подробно, то можно сказать следующее. Передатчики осуществляются двухступенчатая модуляция ЧМ и М. Управить работой передатчиком микропроцессор. С его помощью производится автоматическое выключение и выключение передатчика. Выбор несущей частоты передатчика. Кодирование дискретных и аналогов сигналов, поступающих с контроллера и компьютера. Ввод в память информации, формируемой с помощью клавиатуры. Первая ступень модуляции, состоящая в формировании сигналов, поднесущих частот, присваивание логической единицы частоты F1, а логическому нулю частоты F2. Контроль за работой всех блоков передатчика. Управление устройствами электронной защиты. Кроме того, с помощью цифрового синтезатора частот, построенного по схеме с фазоамплитудной подстройкой и делителем с переменой коценту деления ДПКД, осуществляется следующая функция. Формирование рабочей сетки частот с заданным шагом. Формирование второй ступени модуляции, видя частотные модуляции сигналами поднесущих частоты F1 и F2, несущие частоты передатчика с девиацией дельта F девиации. Сформированный сигнал с двойной частотной модуляцией усиливается сначала предварительным ВЧ-усилителем, а затем выходным усилителем мощности ВЧ-сигнала блоком УМ-ВЧ. Предварительный усилитель может представлять собой высокочастотную итеральную схему с коцентом усиления 20-30 дБ. На выходе передатчика устанавливается полосовой фильтр, обеспечивающий подавление побочных составляющих до уровня минус 60 дБ. С помощью модуля индикации символного цифробуквенного индикатора осуществляется отображение всей передаваемой информации и выполняемых функций. Космические радиоэлектронные системы СВЧ-диапазона В СВЧ-диапазоне в отличие от наземных служб связь между объектами может осуществляться только прямым лучом. В этом отношении космос наилучшим образом подходит для использования СВЧ-диапазона, в котором возможна передача узконаправленной лучом громадных объемов информации с высокой скоростью. В таких системах можно выделить четыре основных типа СВЧ-передатчиков. Центрального наземного узла связи, наземного стационарного абонентского терминала, подвижного абонентского терминала и входящего в состав спутникового ретранслятора. Требуемые параметры этих передатчиков целиком зависят от характеристик системы, в которые они входят, а эти системы могут значительно отличаться. Одним из главных признаков систем космической радиосвязи является тип орбиты, по которым бежутся спутники, входящие в систему, с расположенными на их борту ретрансляторами, радиосигналов и антеннами. Различает два основных вида околоземных орбит. Геостационарные и негеостационарные, которые в свою очередь подразделяются на эллиптические, средневысотные и низкие круговые орбиты. При геостационарной орбите спутник, располагаясь плоскости экватора на высоте 36 тысяч километров и двигаясь со скоростью вращения Земли вокруг ее оси, зависает над определенной точкой земной поверхности. Антенна такой неподвижной по отношению к наземному наблюдателю спутника постоянно в течение суток освещает одну и ту же область земной поверхности. Поэтому пользователь системы, находящийся на Земле в зоне пятна антенны, может иметь непрерывную круглосуточную радиосвязь с другим абонентом, находящимся в этой же зоне. Расположив на дело стационарной орбите три спутника, имеющих между собой линии связи, можно охватить радиосвязи всю Землю, за исключением территорий, лежащих за северным и южным полярным кругом. Рисунок А на слайде. Особенность данной системы радиосвязи состоит или в относительно большой мощности радиопередатчика наземного пользователя, из-за большой протяженности радиотрассы или необходимости высокоточного наведения наземной и спутниковой антенн. Использование на спутниках астронаправленных многолочевых антенн и устройств автоматического наведения на спутник наземной антенны позволяет разрешать технические трудности возникающие при создании систем радиосвязи данного класса. При средневысотной орбите спутник вращается на расстоянии 5-15 километрах от поверхности Земли. Здесь непрерывную радиосвязь с помощью одного спутника можно иметь только в течение полутора-двух часов. Поэтому для осуществления непрерывной круглосуточной связи в систему должно входить не менее 8-12 спутников. Рисунок B нашего слайда. При низкой круговой орбите спутник еще более приближен к Земле всего находясь на расстоянии 500-2000 километров и находится он в зоне радиовидимости наземного наблюдателя только в течение 10-15 минут. Поэтому для реализации глобальной радиосвязи, то есть охвата всей поверхности Земли и осуществления непрерывной круглосуточной связи состав системы должно входить 48 66 низкоорбитальных спутников. Достоинствами такой системы радиосвязи является пониженная мощность радиопередатчика около 1 ватта наземного абонента ввиду относительно малой протяженности радиотрассы и исключение требования по точному наведению наземной антенны на спутник. При этом и массу всей радиостанции абонента может не превышать полкилограмма. Во всех системах для организации глобальной радиосвязи должна быть решена задача не только по связи наземного абонента со спутником но и по обмену информации между спутниками. Такая ретрансляция сигнала осуществляется или с помощью межспутников и клиней связи или через специальные земные узловые станции сопряжения. Рисунок В Параметры космических систем радиосвязи Такие системы состоят из двух основных частей или сегментов космического и наземного. Космический сегмент включает определенное число спутников с установленными на их борту ретрансляторами сигналов. Наземный сегмент включает центральную станцию центр управления системой, узловые станции, осуществляющие связь со спутниками и слежение за их орбитами, абонентские терминалы, стационарные и подвижные к обслуживанию пользователей системы. К числу основных космических сегментов системы радиосвязи относятся тип орбиты геостационарная, средневысотная или низковысотная круговая, ее высота, наклонение и число орбитальных плоскостей, количество спутников, их число в одной орбитальной группировке и период обращения вокруг Земли, зоны обслуживания на Земле, системы в целом и каждым из спутников, параметры спутника, его масса, мощность источника электропитания, срок активного существования, а также точность удержания на орбите. Параметры ретро-нслятора спутника, диапазон частот, ширина полосы частот, мощность радиопередатчика, чувствительность радиоприемника, пропускная способность, коэффициенты усиления и ширина диаграммы направленности антенн. В части наземного сегмента системы важными являются такие параметры, как число наземных станций, центральное по управлению всей системой и узловых, или сопряжение для свяжения и связи со спутниками. Далее, важным параметром являются их радиотехнические параметры, максимальное число абонентских терминалов, их технические и массогабаритные параметры, способ связи абонентских терминалов между собой непосредственно через спутник или с использованием одной из узловых станций. С помощью центральной станции производится управление всей системой, удержание с необходимой точности спутников на их орбитах, передача команд в осезвение и прием с них необходимых телеметрических данных, позволяющих контролировать нормальное функционирование как отдельных частей системы, так и системы в целом, распределение потоков передаваемой системой информации и контроль за ее доставкой абонентом. Это управление контроль осуществляется с помощью центральной компьютерной системы по специальной программе. С использованием узловых станций выполняется контроль за спутниками и связь с ними абонентских терминалов находящихся в зоне их действия. Абонентские терминалы осуществляются друг с другом или непосредственно через спутник или используя в качестве промежуточного ретранслятора одной из узловых станций. Важным параметром космических средств связи является диапазон частот. Для спутников и систем радиосвязи Международным комитетом по регистрации частот МКРЧ выделены следующие полосы частот, приведенные в таблице на слайде. У этих полос разные назначения. Для радиосвязи центральной изловой станции и абонентского терминала с высокоорбитальным геостациональным спутником обычно используются диапазоны частот С, К, и, К. Для радиосвязи абонентского терминала с низкоорбитальным спутником используются более низкие диапазоны частот L, S, а также диапазон КВ до 1 ГГц. Это полосы 137-138 МГц, 148-150,5 МГц, 400-1 МГц, 406-406 1 МГц. Пропускная способность системы определяемая максимально возможным числом ее пользователей и объемом передавая информацию это безусловно также важный параметр космических систем радиосвязи. Параметры антенны антенны космических систем характеризуются эффективной площадью S, а углом диаграммы направленности тета и коэффициентом усиления антенны КА, связанные между собой соотношениями которые приведены на слайде. Здесь СА эффективная площадь измеряется метр квадратных тета в градусах и лянда которая использована в этих выражениях это длина волны метра. Следующий параметр эффективная изотропно излучаемая мощность Этот параметр определяется как произведение мощности радиопередатчика на коэффициент усиления антенны то есть по сути этот параметр представляет мощность луча антенны. Параметр энергетическая добротность определяется с помощью двух параметров ретранслятора температура шумового радиоприемника в градусах кельвина и коэффициентом усиления антенны КА и определяется соответствующим выражением которое приведено на слайде это QE равно 10 логарифм отношения параметра КА на температуру радиоприемника ТШ и измеряется децибелок отнесенных КА температуре кельвина скорость передачи цифровой информации по каналу радиосвязи определяется как число бит или колобит в секунду в зависимости от значения данной величины системы связи подразделяется на системы с низкими скоростями до 9,6 килобит в секунду средними до 64 килобит в секунду и высокими со скоростями более 64 килобит в секунду объем передаваемой служебной информации за сеанс связи с одним объектом определяется количеством и содержанием команд управления и телеметрического контроля а также объемом используемых при этом служебных команд способы модуляции и кодирования сигнала обычно используются наиболее помехозащищенные методы модуляции сигнала фазовая модуляция и частотная модуляция ну и наконец последний из важных параметров это частотные стволы в ретрансляторе каждый ствол характеризуется шириной полосы пропускания и количеством объединенных в одном стволе корреспондентов важной особенностью космических систем радиосвязи является многостанционный доступ который связан с доступом абонентского терминала к общему каналу спутниковой системы радиосвязи метод многостанционного доступа во многом определяет функциональную схему спутникового ретранслятора и построение в целом космической системы радиосвязи определенного типа обычно через одну наземную станцию такой системы может передаваться большое число аналоговых и цифровых сообщений объединяемых в один общий многоканальный сигнал совокупность каналов передачи одной наземной станции образует ствол связи характеризуемый определенным значением несущей частоты и ширины спектра излучения которое в свою очередь зависит от полосы частот многоканального сообщения метода модуляции один ствол может использоваться и для передачи только одного 40-полосы сообщения например телевизионного сигналы всех стволов связи входящих в данную систему проходят через общий или через отдельные ретрансляторы установленные на спутнике и переизлучаются на других частотах в сторону Земли поэтому различают два канала радиосвязи Земля спутник и спутник Земля возможно различная организация доступа корреспондента к стволам связи то есть имеются различные методы многостанционного доступа космических системах радиосвязей основным из них является следующее с частотным разделением каналов с временным разделением каналов с пространственным разделением каналов с поляризационным разделением каналов с кодовым разделением каналов и смешанные каналы первые три способа которые были перечислены с частотой разделения временным и пространственным, наиболее широко используются. Многостанционный доступ с ранесением по частоте. При этом способе за каждой наземной станцией или даже отдельным корреспондентом закрепляется определенная полоса частот и все станции могут работать непрерывно и одновременно. Между корреспондентами и стволами предусматриваются защитные частотные интервалы. Они показаны на первом рисунке нашего слайда. Спутниковый ретроэнсеттер при этом строит по принципу перенесения всего спектра частот из одного диапазона в другой. Например, из диапазона 6 ГГц, 4 ГГц диапазон или из диапазона 14 ГГц диапазон 11 ГГц. При этом перенос выполняется без демодуляции сигнала. Радиоприемный тракт в таком ретроэнсеттере является общим для всех стволов. В нем обеспечивается большой линейный диапазон усиления СВЧ сигнала. Для уменьшения перекрестных помех между стволами радиопередующий тракт выполняют по принципу закрепления за каждым из них отдельного тракта усиления сигнала по мощности. Возможно, схема структуры такого ретроэнсеттера, называемого прозрачным, приведена на втором рисунке нашего слайда. На этом рисунке принято следующее сокращение названий узлов и блоков. ПФ – это полосовой фит. Они стоят на входе и на выходе ретроэнсеттера. МШУ – малошумящий усилитель. СМ – смеситель. Г – гитеродин. ШУ – широкополосный усилитель. И НУ – это направленный ответвитель. Принятый ретранслятором сигнал в диапазоне 6 ГГц усилится в общем радиоприемнике с полосовым пропусканием до 500 МГц. А затем весь спик переносится в диапазон 4 ГГц. С помощью мультиплексора новополосного фильтра сигнал разводится по стволам, каждый из которых имеет полосу пропускания до 35-40 МГц. Эти полосы тоже показаны на первом рисунке нашего слайда. После усиления сигнала всех стволов, МГц объединяется с помощью мультиплексора и подводится к общей антенне. В состав ретранслятора входят также блоки питания и резервные комплекты. Возможно разведение выходного свеча сигнала по нескольким антеннам широко и узкополосной диаграммами направленности. На слайде представлена структурная схема радиопередатчика для одного ствола. В этом передатчике с помощью корректора амплитуды добивается линеризация амплитудной характеристики, а с помощью корректора фазы независимостью фазы сигнала от амплитуды. Сначала сигнал усиливается предварительным СВЧ усилителе, а затем усилителе мощности, в качестве которого в настоящее время чаще всего используются биполярные полевые транзисторы с суммированием мощностей. На выходе этого передатчика включен циркулятор С, обеспечивающий устойчивую работу выходного СВЧ усилителя мощности и развязку с другими стволами, а также направленный ответвитель НО для измерения мощности падающей и отраженной волны. После пропускания одного передатчика полоса пропускания составляет обычно 35-40 мегагетт при мощности не более 100 Вт. Возможен другой вариант прозрачного электросилтора, который предусматривает возможность усиления в одном стволе, большого числа несущих колебаний до 150-200. В этом случае к электросилетору предъявляются повышенные требования в части линейности тракта усиления мощности высокой частотной колебании. Многостанкционный доступ с разнесением по времени. При таком методе осуществляется подчередная работа корреспондентов во времени при одном значении частоты несущей и общей выделенной полосе частот. В этом методе необходимо организация синхронного режима работы всех корреспондентов, объединяемых в одном стволе, при котором каждая наземная станция передает сообщение в строго фиксированные моменты времени. В электросилеторе происходит обработка принятых сигналов, включающая их демодуляцию, уплотнение, разнесение во времени и объединение в общий групповой сигнал. Этот групповой сигнал после модуляции на другой несущей частоте излучается в сторону наземных станций, каждая из которых выбирает адресованное ей сообщение. Перечисленные операции осуществляются в ретросилеторе по специальной программе с помощью бортового процессора. И сам ретросилетор с демодуляцией принятого сигнала и последующей его модуляцией на другой несущей называют регенеративным ретросилетором. Многостанкционный доступ с пространственным разнесением стволов. Рисунок такого ствола приведен на слайде. Лучи многолучевой антенны на спутнике в этом методе. Разнесены в пространстве. За каждым из них закрепляется определенный ствол связи и каждый из них обслуживает определенную территорию на земной поверхности. Высокий коэффициент усиления антенны в каждом луче и возможность использования одного и того же диапазона частот в каждом стволе, благодаря их пространственному разнесению, являются значительными преимущественными данного метода. В мире действуют десятки космических систем радиосвязи, многие из которых на коммерческой основе предлагают свои услуги широкому кругу пользователей. Можно выделить несколько ярких примеров в этом многообразии. Первая система – система космической радиосвязи с использованием геостационарного спутника по обслуживанию транспортных перевозок грузов в пределах одного или нескольких континентов. Укрупненная структурная схема такой системы приведена на слайде. Система включает космический сегмент со связным и навигационным спутниками, а также разъемный сегмент центральной станции, диспетчерские пункты связи и десятки тысяч мобильных абонентов. Система позволяет осуществлять двусторонний обмен текстовой информацией водителя с диспетчером, а также отслеживать местоположение автомобиля на всем пути ее следования. Одна из таких систем – EOTO-TREX – охватывает территории Северной Африки, Ближнего Востока и Европы, в том числе и Европейскую часть России. Весь информационный поток сети связи замыкается на центральную станцию, рядом с которой располагается станция маршрутизации, осуществляющая анализ всех принятых сообщений и дающая разрешение на установление соединения. Кроме того, в такой сети имеется несколько диспетчерских пунктов, устанавливающих непосредственную связь с абонентом. Следующий пример – система космической радиосвязи с использованием геостационарного спутника по обеспечению мобильной телефонной радиосвязи и передачи данных в пределах одного континента. Одна из подобных систем, принадлежащая Канаде, охватывает Северную Америку, обеспечивает телефонную радиосвязь мобильным абонентам, находящимся в автомобилях и самолетах. Система при передаче данных может использоваться и для контроля работы удаленных стационарных и подвижных производственных объектов. Следующий яркий пример – это система космической радиосвязи с использованием от 4 до нескольких десятков низкорабитальных спутников для сбора данных с необслуживаемых объектов, передачи аварийных и экстренных сообщений. В такой системе парк наземных радиомаяков, подключенный к датчикам экологического контроля, позволяет отслеживать состояние среды на обширных территориях, возникновение лесных пожаров, выброс в атмосферу газов химических предприятий и своевременно принимать необходимые меры по их локализации. В системе с небольшим числом спутников обычно реализуется режим электронной почты, состоящий в следующем. Абонентский пост передает сообщение на спутник при появлении последнего в зоне его радиовидимости. Принятые спутником данные запоминаются в бортовом блоке памяти и сбрасываются по радиоканалу на Землю при прохождении космическим аппаратом зоны радиовидимости абонента. Транспортные протоколы программного обеспечения компьютерной системы позволяют формировать пакеты данных, доставляем их по разным маршрутам с использованием наземных линий телекоммуникации. Глобальная косметическая система радиосвязи с использованием нескольких десятков низкоорбитальных спутников, охватывающих всю территорию Земли, называется Global Star. Система обеспечивает всемирную телефонную и пейджинговую радиосвязь и передачу данных абонентам, находящимся в любой точке Земли, а также местонахождение подвижных объектов. Космический сегмент этой системы включает 48 основных и 8 резервных спутников, вращающихся в 8 орбитальных плоскостях на низких околоземных орбитах при расстоянии от Земли до 1400 км. Создаваемый спутниками радиополе полностью охватывает всю нашу планету. Поэтому абонент системы, находясь в любой точке Земли, может в любой момент времени за считанные секунды связаться с любым другим абонентом системы, место расположения которого также может быть произвольным. В этом и состоит главное преимущество глобальной системы радиосвязи, в данном случае Global Start. Это преимущество перед другими действующими системами, например сотовой радиосвязи, которые охватывают только 3% Земли и имеющими ограниченный радиус действия в пределах нескольких сотен километров. Выводы. Принцип построения системы Global Start совпадает в основных чертах с наземными сотовыми системами радиосвязи. Главное отличие состоит в переносе космического пространства перемещающихся ретроизоляционных базовых станций. В системе отсутствует прямая связь между спутниками, а передача информации от одного спутника к другому осуществляется через наземные узловые станции, число которых после полного ввода системы эксплуатации ожидается на уровне 200-210 единиц. На каждом спутнике установлены ретранслятор прозрачного типа и многолучевая антенна, создающая на Земле 16 одновременно перемещающихся сот диаметром 1600 километров с временем радиовидимости в одном луче в 2 минуты. Поэтому каждые 2 минуты связь с корреспондентом автоматически передается из одной соты в другую. Вопросы для самоконтроля.